Всем привет! Я вас очень рада видеть на своем канале и уже декабрь в преддверии новогодних праздников я хочу вам показать несколько вариантов макияжа, которые можно использовать для вечеринок новогодних, для непосредственно самого нового года, рождества. Обязательно ставьте лайк этому видео, это очень помогает в продвижении моего канала. Пишите в комментариях, какой ваш любимый вид макияжа в новогоднюю ночь, либо в рождество. Будет несколько видео с разными образами для встречи нового года. И первый у нас будет, конечно же, с блесточками. Некоторые моменты макияжа я буду либо обрезать, либо просто делать ускорение, потому что это будут просто рутинные действия, дабы это видео не получилось на час, полтора часа. Давайте приступим. Так, я хочу использовать очень легкий туман. Это будет Dior. Фокусируйся. У меня оттенок 2M. Вот, у меня сейчас, в принципе, кожа в хорошем состоянии. Отчасти это заслуга уходу, который я тестирую, на который я напомню, что сделаю обязательно обзор. Обязательно запишу видео. И давайте сделаем легкую коррекцию лица. В качестве кремового скульптора у меня будет палетка от Patrick Ta. Это продукт, у которого есть и скульптор, и бронзер, что удобно. Сделаешь, когда коррекцию лица, даже легкую, и уже личик воспринимается по-другому. Все-таки скульптурирование это не маловажная вещь. И возьмем консилер от Charlotte Euboury в оценке Fair. И тоже с помощью нее сделаем небольшую коррекцию. Всегда это так забавно выглядит. Сразу добавим немножко румян от Charlotte Euboury, которые уже идут с хайлайтером, поэтому хайлайтер нам использовать не нужно будет. Это холодные, кстати, румяна, и они застывают, поэтому их нужно растушевывать быстренько. Такие румяшки можно и пальчиком растушевать. Смотрите, как красиво уже сияет. Обычно я сразу делаю брови, но в этом случае я брови сделаю в конце. Сегодня в качестве палетки теней у меня будет первая палетка от бренда Patrick Ta, где и сияющие продукты есть. И вот ее уже даже, видите, сразу видно, что я чаще всего использую. Мы будем использовать вот эти спарклы. Почему-то потемнело. Так, мы будем использовать вот эти спарклы. И в качестве, здесь уже есть кремовая база. Вот эти два продукта, темный и светлый. Мы возьмем с вами светленький, как основу, как подложку. И на него будем наносить сияющие спарклы. Потому что Новый год – это всегда сияние. И такими прибивающими движениями наносим нашу базу. Вообще, это как легкие смоки. Мы делаем основу и край обязательно потушевываем. Такие текстуры очень пластичные и тебе удобно растушевывать. На нижний век мы также нанесем эту тень. Супер-таким красивым вот этим. На липкую основу спарклы лучше всего ложатся. И, соответственно, получаете вот этот красивый глянцевый блеск. И добавим в уголок. Кремовую тень, затемним внешнюю складку. Возьмем вот эти два цвета. Проработаем внешний край. Сейчас мы сделаем с вами стрелку. И в основе у меня карандаш от бренда Seventeen в оттенке 11. Это такой серый металлик. Мокрый асфальт. Это гелевый карандаш. Потому что я не хочу использовать классический черный. И мы сейчас прорисуем межресничку. И сделаем стрелочку. Смотрим прямо. Это наш хвостик. Сразу, пока карандаш не застыл, вытягиваем. Это вверх. И сейчас же я проработаю нижнюю слизистую. Чтобы нижняя слизистая не уменьшала ваш глаз, обязательно спуститесь к ресницам. И растушуем нижнюю линию. Сейчас я быстро сделаю глаз второй. И к вам вернусь. Чтобы мы оформили брови. Достроили ресницы. И уже когда готовы будут два глаза. Нам будет легче с вами подкорректировать макияж глаз. Так, наш макияж почти готов. Напишите свое мнение. Как вам вообще такой макияж? Будете ли вы повторять? Мне очень интересно ваше мнение. Так, чуть-чуть ближе показываю. И губы. Я хочу сделать губы нейтральными. Потому что добавлю один акцент еще на глаза. Поэтому у меня будет карандаш для губ от бренда NYX. Sandstorm. Это 0,7. Он прям как в цвет губ. Кисточкой обязательно растушевываем. Чтобы у нас не было какого-то четкого контура. В принципе, я бы даже матовым оставила. Но мы немного блеска добавим. Это будет наша с вами Chanel Boy. В оттенке 54. В оттенке 54. Красивый натуральный беж. Когда хочется ухода за губами. Поделитесь в комментариях свое мнение. Нравится вам такой макияж? Либо что-то бы вы другое добавили. И давайте теперь добавим небольшой акцент. Даже вот распущу волосы. И я сейчас добавлю один акцент. Берем карандаш от бренда Lamelle. Я это делаю впервые. И я не знаю, что получится. Остро заточили. И поехали. Хотела вот таким образом добавить небольшой акцент. Это можно сделать и любым другим карандашом. Не обязательно желтым. Вам нравится? Поделитесь.